Здравствуйте! С вами канал Вкусной Огород Барнаул. Конец апреля, растения начинают просыпаться. И покажу, какие многолетние цветы, декоративные растения начали уже распускаться и зеленеть на участке. Вот это Бадан. Этот интересный декоративный многолетник растет уже очень много лет. Много раз разможал его делением куста. Делился с друзьями. И по сию пору кустик Бадана находится на участке. Вот рядышком дюрин пестролистный. Он, конечно, еще не распускается, но уже сейчас он очень-очень декоративен. Красиво смотрится. Ну, а листики будут еще симпатичнее. Вот это тысячелистник. Видно, что он уже пошел в рост от корня. Листья и стебли с осени не срезаю. Зима у нас очень холодная. И это служит естественной защитой. Сейчас все эти сухие остатки можно срезать, убрать в компост. И тысячелистник и другие многолетники будут расти хорошо. Вот это ленок голубой. Очень симпатичный, неприхотливый многолетник. Голубенькие цветочки у него. Он в разных местах участка растет. И никому не мешает, только радует глаз. Уже начал тоже сходить. Вот рядом яблонька. Еще укрыта сосновой хвоей. А вот это заросли дюшинеи индийской. Очень интересное растение. Похожее на земляничку. Имеет и листики похожие. Ну, только вот мелковатые они весной. И ягодки похожие. Только мелкие. Но они, правда, не имеют никакого вкуса. Красные, красивые. Но практически несъедобные. Безвкусные. Даже птицы не клюют. И вот эта дюшинея растет рядом с яблоней. И разрослась довольно хорошо. Вот здесь разные другие многолетники. Гайлардия и так далее. Но они еще пока не взошли. Вот это еще кустик тысячелистника. Тысячелистник выращивал из семян в свое время. Он разных цветов. И неплохо украшает участок. Вот рядом еще тоже ленок растет. А вот это даже так сразу и не скажу, что это за растение. Очень похоже на горицвет. Но точно сейчас не вспомню. Конечно, у меня есть простенькая схема, где какие многолетники. Но когда они разрастутся, будет их и так видно. Вот эта ясколка. Тоже очень хороший почвопокровник. Зелень у нее очень красивая. Начинает прорастать. Вот это, по-моему, тоже. Лихний с Везувией. Вот это, судя по всему, астра многолетняя. Вот это арабис. Вот какая у него уже зелень. Ну а дальше тут пока ничего практически не всходит. Повторюсь, весь сухостой будет убран. И тогда уже цветы активно пойдут в рост. Все-таки еще слишком холодно. Тем более, эта весна не балует хорошей погодой. Вот здесь гелиопсис. Вот это платикодоны. Здесь аквилегия около домика. Разных сортов тоже пока не всходит. Видно, сколько много мха. Об этом я упоминал в этом сезоне из-за влажной весны. Дальше вот здесь вдоль забора непритязательного практически ничего пока не всходит. Здесь разные высокорослые многолетники. Девисил высокий, алтелекарственные и так далее. Ничего пока не всходит. Валериана вот здесь растет. Эстрагон. Любисток. Ну и так далее. Всходов пока нет. Вот только чуть-чуть начинаются появляться первые проростки. Абриетта. Вот хороший кустик. Ну тоже какие-то пробиваются первые листики. Но крайне незначительные. Все-таки еще пока очень холодно. Вот это шалфей. Ничего не видно пока. Хотя где-то вот что-то видно. Какие-то ростки проклевываются. Шалфей он идет от корня. И часто и самоселом тоже растет. Так что с ним никаких проблем нет. Иногда, правда, в очень суровые зимы он подмерзает. Здесь коровяк, еще что-то. Ничего пока не всходит. Вот тюльпаны только взошли. Да там зверобой еще рядышком тоже. Ну а здесь два кустика лаванды. Южанка и Вознесенская. По внешнему виду пока ничего сказать нельзя. Надеюсь, перезимовало хорошо. Рядом лопчатка. Она зимует всегда хорошо. Ну а вот это кустик. Интересного декоративного растения. Кермек татарский. Вот кермек татарский зимует хорошо. И вот смотрите, какая у него уже симпатичная зелень. Вот так очень скромно выглядят цветы. И другие декоративные многолетники в конце апреля. К этому времени обычно бывает. Они уже растут гораздо активнее. Но весна холодная. Поэтому в этом году все отстает. Но я надеюсь, скоро все начнет расти с новой силой. Лето не за горами. В конце пожелаю всем огородникам хорошей погоды. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова